Всем привет! Сейчас я хочу вам показать несколько штриховочных движений для тренировки, чтобы вы могли работать с какими-то техническими особенностями в процессе татуажа, закраса, выполнения работы в правильном порядке. То есть, например, вот у меня на днях были губы с как бы такой некой асимметрией, и точнее даже я неправильно выразилась, не асимметрией, извиняюсь, а пигментацией. То есть были губы с пигментацией и уже такой, ну не совсем четкий контур был. Вот, и пигментация на губах была на верхней губе. То есть вот именно верхнюю губу мне пришлось поработать отдельно, я так решила, что я буду работать сначала с верхней губой, потому что заказ был работать, во-первых, без цвета, то есть вот такое смешное, без цвета. Смешная такая вот, ну такой смешной заказ, работать без цвета, работать очень как бы с эффектом натурально, натурально, и чтобы было не видно, не видно. В общем, вот такой у меня, как бы, такой заказ поступил. Что мне нужно было сделать? У меня были губы с таким холодным таким подтоном уже, ну скажем, что-то вот из этой вот ситуации, ну плюс коричневая такая серость. Ну вот пигментация, да, то есть губы, скажем, были полностью пигментированы именно по верхней губе, и губы такие, знаете, как бывает вот у индусов, да, такие синеватые, какие-то коричневатые. Вот, и мне пришлось работать с такими губами, вот, с этим заказом. Девушка не очень вообще сама понимала, как это вообще все может выглядеть, поэтому я, естественно, сейчас ожидаю от нее много вопросов. Вот, а вам хочу рассказать, что я делала. Вот, ну, во-первых, для таких серо-пигментированных губ, да, с таким вот тоном, можно сразу сказать, что работу нужно выполнять, как, с перекрытием, да, с камуфляжем. Сейчас хочу открыть фотографии и, может быть, показать фотографию. То есть нужно было выполнить камуфляж вот этой верхней части, вот. То есть вот, сейчас я губки покажу. Вот такие губы, вот, здесь видно, что вот эта часть, она какая-то коричнево-серая, а нижняя губа розовая. Вот, и, в общем-то, я стал работать вот с этой, вот с этой частью губ, практически не трогая низ. Каким образом нужно было менять колор, да, то есть менять цвет здесь, а этот оставлять. Я пошла таким путем, я взяла цвет на основе белил, персиковый, теплый, подтон. Этот цвет покажу. Сейчас я вам покажу, покажу, покажу. Так вот, 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 вот. Вот такой. То есть видно, что здесь много белил и есть теплый подтон. То есть мне нужно было этот цвет уложить сюда, чтобы затеплить верхнюю часть и создать более светлый тон. Технически я это делала вот так. Я работала единицей, работала с этой стороны. От клиента я была справа и работала я на себя. Движение машинки я вела от контура, уплотняя, насколько это возможно. То есть вот так. Но при этом я вела один слой. Так, чтобы это был равномерный один слой. Вот так. То есть если мы возьмем край губы, снова, да? Еще раз. Спасибо. 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 Это был цвет. Вот этот абрикосовый. То есть мы его вносили сюда. Далее нужно было делать то же самое, только с обратной стороны. Следовательно, здесь я встаю и веду от себя. Да, то же самое. Да, у нас эта часть, вот она. Можно вернуться. Вот, я показываю достаточно быстро. Мы это делаем, во-первых, медленно. Вот. То есть наша задача какая? Сейчас я скажу. Если мы работаем светлым цветом, то есть осветляем губы. Мы осветляем губы, да? Когда у нас из dark, да? Да, мы переходим в более светлый. Куда? Когда у нас пришли темные губы, и нам нужно из темных губ с пигментацией, как я показала, сделать более розовый, да? Ну, как бы более живой цвет. Вот у меня была такая клиентка, то есть она попросила, чтобы губы были натуральные, да? С эффекта натуральный, и при этом губы должны быть из темных губ, должны перейти в светлые, да? То есть у нас губы из темных в светлые. Вот. То есть мы делаем осветление губ. Первое, что мы делаем, да? Это мы используем единицу игла. Игла у нас единица. Да? И второе, что мы делаем? Это цвет у нас будет... Сейчас я посмотрю, как он правильно у нас напишется. И мы будем тогда использовать цвет, то есть тот, который будет затеплять. То есть у нас цвет... Теплый. Теплый и светлый. Обязательно. Теплый. Теплый. То есть мы используем какой-то цвет из теплой палитры, но светлый, то есть с добавлением белого. Конечно, мне писать удобнее на испанском, но приходится... Плюс белый. Плюс белый. У нас такая с вами ситуация. так мы работаем обязательно вот в этом направлении а здесь мы работаем наоборот сюда здесь работаем сюда на то есть мы здесь работаем сюда здесь работаем сюда так чтобы равномерность была закраса вот мы выполняем такие вот движения